ГОСТЬ В СТУДИЕ Ну, последних, наверное, дней, это все, что связано с отставкой министра здоровья, точнее, с требованием премьера об увольнении госпожи Винкела, и сегодня фракция в Сейме от Ислибой Пар для развития ЗА уже назвала своего кандидата на этот вакантный пост, это Даниил Павлиц, как вы оцениваете этот шаг? Шаг с отставкой? Разумно и понятно. Если мы говорим о новом кандидате, это, конечно, интересная номинация, человек, который никогда не имел никакого соприкосновения с здравоохранением. С другой стороны, он был министр своего времени экономики, но там тоже, скажем так, то, каким образом он закончил свою карьеру, нельзя сказать, что это был очень удачный момент. Так что, ну, я думаю, что тут будет, ну, само по себе тоже такой интересный процесс обсуждения и утверждения его кандидатуры. Я думаю, что его утвердят, конечно, но процесс, я думаю, не будет простым, но хотя бы будет громким. Вот я понимаю, что мы можем, может быть, чуть-чуть спекулировать, предполагать, почему такое решение приняло АТС-ТБПАР, но одна из версий, наверное, на которую приходит в голову, не знаю, вы с ней согласитесь или нет, что, в принципе, выбора-то особого большого не было. Кандидаты вроде бы есть, есть и врачи среди политиков АТС-ТБПАР, да, но я так понимаю, что все они не захотели заняться политическим самоубийством. Ну, я не думаю, что, вот я не согласен с вами, что это политическое самоубийство, я думаю, что это намного, как бы, лучше ситуация, то есть есть возможность себя проявить как министр и, можно сказать, сделать политическое самоубийство. Я думаю, что это не все так плохо, но у них есть, было еще два кандидата, господин Дурит и господин Скрида, но тут надо отметить, что господин Скрида, это не представитель партии ПАР, и он, как бы, представляет сам свою партию, и, я думаю, тут еще сработал вот этот момент ревности, что надо вот на своей партии удержать, вот как же поделиться со Скрида, вот таким постом, и потому, я думаю, было решение принято господином Павлицем самим, что он готов быть кандидатом, потому что он председатель партии, но он, вот я думаю, что он идет не на политическое самоубийство, он идет, чтобы себя показать. Вот, с одной стороны, да, нельзя отказать господину Павлицу в каком-то политическом опыте, он был и министром, как мы помним, экономики, да, но вот все-таки сейчас, ну, время, мягко говоря, кризисное, пандемийное, и, в любом случае, какой бы ни был опытный господин Павлиц как политик, все-таки время на то, чтобы понять, вот эта отрасль уйдет какое-то, ну, минимум, я думаю, полгода, чтобы вообще разобраться в этой системе здравоохранения весьма сложной. Нет ли здесь вот такого вот, ну, слабого места, все-таки, может быть, в этом плане это весьма рискованный шаг? Ну, с одной стороны, да, но с другой стороны, все-таки это не новая ситуация, и они, как бы, эта партия контролировала, там, министерство уже два года почти что, и я думаю, в этой ситуации ему есть у кого спросить совет, команда Винтела, партийная команда, которую министерство, он может тоже частично сохранить, Ну, я не думаю, что все так плохо, речь идет больше о взаимоотношениях с премьер-министром и понятии своей политической функции как министром, потому что министерство ведь функционирует все-таки не так плохо, нельзя сказать, что министерство не функционирует. Там были проблемы с принятием политических решений, то есть и с тем, чтобы министер понимал, когда те моменты, когда он должен брать на себя политическую ответственность. И это тот момент, я думаю, который утопил господин Жу Винтела, и тот момент, который может дать, как бы, возможность господину Павлицу. Ну, с одной стороны, вы уже в самом начале сказали, что были основания для увольнения госпожи Винкера, безусловно. С другой стороны, можем ли мы усмотреть в этом какую-то еще и политическую подоплеку? Ну, есть разные мнения. Кто-то считает, что если бы, ну, чисто предположить, что если бы министр здоровья был бы представителем другой правящей партии, ну, к примеру, не знаю, новой, консервативной, то госпожа Инкальевич бы не рискнул вот на такой шаг, а с учетом того психологического состояния, в котором для развития ЗА находится, это был очень благоприятный момент для зачистки госпожи Винкела. Ну, мы знаем, что после Юрия Сапуца, ну, в таком замешательстве пребывает это политическое объединение, даже раскол по фракции Рижской думы произошел, рейтинг последний 4,1%. В общем, все благоприятствует чисто политически вот для снятия госпожи Винкевой. Ну, тут, с одной стороны, конечно, я согласен, что те рейтинги, тот раскол, который не только в Рижской думе, но и в объединении в общем происходит, потому что заявление, что они будут, ну, идти на выборы, каждый по себе на следующие, это показывает, что это реальный раскол. Ну, и тут, конечно, можно сказать, что они сами себя ослабили, но тут второй момент, что господин Каринч реально, если мы так посмотрим, мы только оценим срезво, прагматично, я думаю, что он реально думает о своей карьере, политической карьере после бытия премьером Ландии. Какая у него карьера может быть? Ему очень нравилось быть депутатом в Европарламенте, и не скажем, что он был неудачный депутат. Я думаю, то, что он видит себя на каких-то более высоких постах, может быть, и комиссар в Еврокомиссии, потому что Домбровский уже второй срок комиссар, и оно идет, я думаю, в будущем мы можем говорить о том, что будет смена лиц, и он может быть хорошим кандидатом в Еврокомиссары, это то, что он видит. И в этой ситуации он не может допустить то, что его и внутриполитически, и внешнеполитически считают ответственными, что Латвия, например, неудачно прошла кризис COVID по сравнению с другими. Ему это неприемлемо, это ему не нужно, ему нужно, чтобы он, ну хорошо, если не суперудача, но хотя бы, что все говорят, ну что, нормально. Прошли и прошли, не было больших ошибок, скажем так. И в этом случае большая ошибка была бы, если он допускал бы, что госпожа Винтила продолжает с этой ситуацией бороться, и так как она предлагает, и оценивать это только в июне, как она работала. Но скажу честно, в июне уже будет сильно поздно оценивать что-то. Там уже будем уже зализывать рану в этот момент, если будет неудачно этот процесс вакцинирования. И в этой ситуации господин Каринч, четко понимая вот эту ситуацию, он ее увольняет и ее делает главным ответственным в этой ситуации. Снимает в себе ответственность и проявляет как бы такую решительность, решая вот эту проблему. Так что я думаю, что там все факторы, и не только, все остальные факторы тоже, не только слабость за развитие «ЗА» работали на руку в этом решении. Ну, видимо, Каринч был уверен, что никакого правительственного кризиса не будет, и из-за этого решение для развития «ЗА» уж точно не уйдет в оппозицию. Я думаю, что да, я думаю, что даже больше он в этом решении быстрее всего консультировался со всеми членами коалиции. Плюс я думаю, что он понимает, что там может вот в этом процессе раскола может получиться, что развитие остается «ЗА» уходит. Там разные варианты возможны. И я думаю, что они были разыграны и в бумаге, и по телефону. И я думаю, что он достаточно четко понимал, что это не подорвет стабильность строительства, и что правительство не упадет. Вот что касается других министров, не открыл ли господин Каринч ящик «Пандоры», потому что с таким же успехом через какое-то время обиженные для развития «ЗА» могут сказать... Подождите секундочку. У нас есть и другие министры, в отношении которых, ну, мягко говоря, есть очень много замечаний. Ну, госпожа Шуплинская первая приходит на ум. Однозначно да. И в этой ситуации тут может и сработать тот принцип, что остальные партнеры тоже могут хотеть, ну, кровь других министров. То есть, ну, как-то один раз такой маневр сделали. Почему не второй раз это сделать? Но я думаю, госпожа Шуплинская может себя достаточно спокойно чувствовать только потому, что те дела, которые она делает, они имеют долгосрочные последствия. И нельзя будет сказать, вот, через шесть месяцев она делала все неправильно. Это, знаете, как вопрос образования, это очень долгосрочный вопрос. И для нее это ее спасает. Потому что это, я думаю, не беспокоит господина Каренча, как будет оценивать через лет пять ситуацию в образовании Латвии. Это не его повестка дня. Через пять лет он будет совсем на другом посту, в другом месте. И в этой ситуации, я думаю, он не будет ее трогать, потому что, ну, себе работает и работает. Но делает там проблем, делает. Пусть потом сама и партия занимается этим проблемой. Это не его проблема. А вот эта вакцинация, это очень краткосрочная проблема. Там оценка будет сразу. Вот этот год, 2021 год, это будет год вакцинации. И в конце года можно будет очень четко подвести итоги, насколько правительство справилось с теми задачами, которые были поставлены на этот год. Может быть, такой последний вопрос. Есть ли предпосылки для того, чтобы, не знаю, правительство стало работать более эффективно? Не только в вопросах вакцинации. Понятно, что это, безусловно, очень важный вопрос. Но и в других решениях, ну, в свете вот всех тех или иных ограничений, вот сегодня прозвучало, что, возможно, правительство на сегодняшнем заседании примет решение, что все-таки лопаты для очистки снега можно продавать. Ну, по-моему, какой-то абсурд, да, когда ты заходишь в магазин, часть товаров ты можешь купить, уже зайдя в магазин, часть ты не можешь, и эта политика продолжается уже вот которую неделю. Трудно сказать. Я быстрее всего думаю, что, скажем так, я не надеюсь на это. Я не надеюсь, потому что все-таки основные предпосылки к неэффективной работе, они все еще здесь. То есть это многопартийная коалиция, где со всеми надо все согласовать, каждый имеет свое мнение, свой вес, потому надеяться на большую эффективизацию и прагматичность я бы не надеялся. Но за счет решения снежной лопаты и такого, ну, я надеюсь, что, может быть, из-за диалога, например, с экспертами, без посредника, с которым конфликт, то есть без министра, может быть, и могут быть какие-то, ну, логичные решения, которые, может быть, упростят нам жизнь. Ну, в принципе, пока самому правительству ничего не угрожает. Вряд ли кто-то сейчас, наверное, да, вот в этот, в кризис, в самый тяжелый период решится вот развалить коалицию. Ну, при том, в каком темпе выдвинули министра здравоохранения, я думаю, что нет. Думаю, что пока, да, но тут главный вопрос, сколько будет длиться это пока. Но это может быть и две недели, и два месяца, и год. Тут это очень трудно, как бы, предсказать. Ну, в любом случае, такое ощущение, что особо много вариантов в Сейме нету для создания каких-то новой коалиции, но только что в резерве, если так можно сказать, сидят зеленые крестьяне, но это, в принципе, все. Вряд ли мы можем ожидать, что согласие будет в том или ином формате приглашено в коалицию. Нет, согласие, о них речь не идет, но тут могут быть всякие и внутренние комбинации. Я хочу напомнить всем, что это правительство сделано с большим резервом голосов, и там могут быть из нынешних игроков правящей коалиции кто-то, кто может остаться в оппозиции. Но тут есть варианты. Скажем так, варианты есть. Немного, но варианты есть, потому, я думаю, и вся эта игра происходит. Ну да, потому что есть запас прочности определенный с точки зрения голосов, Сейме. Спасибо большое, Филипп Раирский. У нас был на прямой телефонной связи. Большое спасибо. Мы сейчас прервемся на короткую паузу, потом со следующими экспертами выйдем в эфир. Не переключайтесь.